Ляшка. Всё, одна нога у меня великолепна. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свои, и сегодня речь у нас пойдёт об эпиляции. Сегодня я буду делать эпиляцию, покажу чем и как я её делаю. Эпиляцию восковую. В принципе, я делаю в домашних условиях только верхнюю часть ноги, всё время забываю, как она называется, бедро, наверное, бедро. Ляшка. Вот, потому что нижнюю часть, которая называется, наверное, голень, надо всё перепроверять, я не уверена. Да, дыня уже хватает всё. Я делаю лазерную эпиляцию. Я сделала как-то давно лазерную эпиляцию 8 процедур, и у меня ноги, в принципе, абсолютно такие чистенькие, да. То есть, если есть волосинки какие-то растут, то буквально 2-3-4, которые можно пинцетиком даже выдернуть, и всё прекрасно. Наверху, конечно, большая площадь. Почему не делала наверху? Почему? Потому что большая площадь, конечно, будет всё дольше. И второй момент, что у меня светлые волосы наверху. А их берёт только Элос. Вот, кстати, я, возможно, Элос эпиляцию и буду делать наверху. Короче, есть два вида лазерной эпиляции, которые видят волосы белые, которые не видят волосы белые. Вот я делала то, что не видят волосы белые, а видят только тёмные. Поэтому я убрала себе внизу волосы, потому что они были тёмные. Подмышках половину, 50% у меня нет. Я делала бикини глубокое, классическое. Тоже где-то 30% нет у меня там. Потому что там гормональное место такое, и нужно больше процедур. Но вообще всё это не дёшево, все эти процедуры, но потихоньку надо делать. Вот сейчас я делаю Элос эпиляцию. Это подмышки и губы. Вверх мы продолжаем эпилировать. Дэнчка, дай сюда покажу, чем я эпилирую верх-то. Дэн. Раньше, кстати, я усики убирала тоже полосочками. У меня есть видео, где я полосочками убирала эти усики. Но сейчас, так как у меня идёт курс, я только два раза ходила на Элос эпиляцию. И совершенно не больно. Мне нравится. Иди сюда, зай. Давай. Давай, маме. Давно-давно на Алиэкспресс я заказывала себе вот такую штуку, которая вообще, я считаю, должна быть у любой девушки. Она была у моей подруги, я у неё увидела, она пользовалась, и я думаю, что не пользуюсь я, и решила всё-таки заказать. Стоит она абсолютно недорого. Здесь меняются картриджи, у меня здесь уже немножечко осталось, надо купить новый картридж, но я думаю, сейчас мне хватит проэпилировать ножки. И вот отдельно продаются или бывают в комплекте вот такие вот листы. Всё, мы его греем. Греем минут сорок, она мне так говорила, хотя я не знаю, сколько на самом деле греть. Как-то у меня без инструкции всё это дело пришло, я ей позвонила, говорю, сколько ты греешь? Она, ну, минут двадцать, тридцать, сорок, вот где-то так, я не помню. Короче, я буду смотреть, чтобы уже он лился. Здесь есть прозрачная такая штука, где видно, сколько воска, и льётся, не льётся. В общем, сейчас я его включу, будет греться, а потом мы с вами начнём, и я покажу, как я это делаю. Если кто-то что-то там не знает, может быть, девчонки молодые меня смотрят. И я считаю, что вот, ну, этим можно пользоваться, это реально недорого, круто. А в салонах сейчас вообще так дорого всё это стоит. Честно говоря, эпиляция, вот мне сделать там верх, это семьсот, восемьсот рублей. Что шугаринг, что это. Что, кстати, по поводу шугаринга, если кто-то интересуется, да, про шугаринг, мне часто вопросы всякие задают. Но для меня особой разницы нет. То есть я не вижу, чтобы шугаринг действовал дольше там, или был менее какой-то болезненный. То есть для меня, честно говоря, может быть, я не такая чувствительная к этой боли. Для меня, что обычная эпиляция, что шугаринг как бы наравне. Одинаково растут волосы потом, после этого, и, то есть, ну, эффект такой хороший, как бы. Хорошие эффекты от того и от того. Поэтому это кому что нравится. Ну и мне, например, в домашних условиях, наверное, шугарингом было бы не очень удобно пользоваться. Потому что я не люблю, когда что-то липнет к рукам, что-то вот это вот работать. Но может быть, оно как-то удобнее. Не знаю. Это вот для кого как. Мне вот нравится вот эта вот вещь, поэтому я ее пользуюсь. Все, пошла греть. Теперь важный момент. Все у меня нагрелось. У меня осталось чуть-чуть, поэтому верх ногами я даже держала, чтобы оно все стекло. И сейчас мы начнем эпилировать. Я приготовила наши ленточки, которыми мы будем делать. И приготовила маслицу, которое мне как раз в бьюти-боксике пришло, очень хорошее, которым потом нужно смазать ножки. Итак, что я делаю? Что я делаю? Я к вам в шортиках вот так пришла. Открываем. Вот оно все здесь уже льется. Главное, чтобы мой малыш сюда не влез. И вот так вот я провожу по росту, по росту нашего волоса. Мне нравится, что идет большой захват. Вот так вот. Прямо сразу делаю большую площадь. Все. Потом беру бумажечку и прикладываю. И по росту волос я ее как бы вот так вот делаю. Потом резко отрываю. Вот так. Я человек привыкший, поэтому мне уже не больно. К этому реально привыкаешь. Одной рукой уже профи. И у нас гладенькие ножки. Вот так. Красота. Отрываем против, как вы поняли, роста. Так. Все. С одного раза у меня все убралось. Все. Я продолжу делать остальные все свои ножки. Вот. Ой, гладенько. В общем, доделаю свои ножки и к вам вернусь. Вот что значит спонтанные видео. Это значит, что я думаю, что у меня что-то там одно. Сажусь, все, уже снимаю. А на самом деле у меня хватило этой диска только на одну ногу. У меня реально там совсем чуть-чуть оставалось. Поэтому надо будет взять завтра и доделать вторую ногу. Я сделала одну ногу сейчас. И после того, как я сделала ножку, я беру масло. Любое масло можете использовать. Я вот беру такое тут вот, которое мне прислали. Наношу на ручку. Растираю масло в руке. И наношу на нашу ножку. Вот так вот, чтобы все обильно. Потому что как раз таки, чтобы нога не прилипала и увлажнилась. Как бы снимается вот это липкое именно масло. Все, одна нога у меня великолепна. Ну, хоть одна нога. Пол дела сделали. Вот. Я на самом деле пробовала разные эпиляции. Очень много спрашивают меня девочек. Пишут мне в директ. И не одна, кстати, девочка. Спрашивали о том, что если я начну эпилировать себе усики, не будет ли больше? Я вот боюсь, вот у меня видно усики, я вот боюсь начинать там и так далее. Мой опыт показывает, что ничего не будет вообще от эпиляции, вот такой эпиляции, да, или там, ну, то есть эпиляция обычная, восковая эпиляция. От эпиляции у многих даже наоборот, еще меньше начинают расти волосы. Но, как по мне, они, в принципе, так же растут, но они не становятся гуще, их не становится больше, потому что вырывается сразу с луковицей, да. Какая-то луковица там, может быть, и не растет потом опять. Вот. Поэтому, может быть, у кого-то меньше. У кого-то они реже начинают расти, меньше, но все равно нужен уход, девчонки. Не бывает такое, что вот прям вот убрали, и все. Конечно, будет появляться щетинка какая-то, маленькие будут торчать там, поэтому надо за этим следить. Пинцетиком, если это на лице, то пинцетиком чуть-чуть подергать, да. Если светленькие, например, то совсем не страшно, ничего страшного, чуть-чуть там, но это не будет хуже. Вот что касается эпиляции, хуже не будет. На руках, на ногах, на лице все это можно делать. Вот. Я это делаю постоянно, то есть девчонка, если начинает за собой ухаживать, она будет ухаживать постоянно за собой. Постоянно нужен уход. Это не так, что сделал, потом забросил. Оно все вернется просто на круги своя. То есть, как было у вас, так и будет. Хуже не будет. Вот. Что касается бритвы, не знаю, не совсем уверена. Не брила, не пробую. Единственное, специально есть такие бритвочки для лица. Вот я ими пробовала пару раз, но тоже у меня ничего не было хуже там, да. Если вот нужно, например, срочно, а времени нет, там, эпиляцию сделать или еще что-то, то, конечно, я беру там этой бритвочкой чуть-чуть под брила. Она такая, знаете, ну как, типа, острая бритва, но она такая, ей ничего там не порежешь даже детский. Тоже на Алиэкспресс заказывала. Вот. Поэтому для меня вот эпиляция рулит. Но вообще самое классное, это лазерная эпиляция. То есть, я вот к ней стремлюсь и хочу совсем, чтобы я была вся лысая. Только ресницы, брови и волосы на голове. И все. Больше мне не надо. Все. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Если так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Впереди много интересного. Все, что я делаю с собой. Вот, знаете, решила сделать эпиляцию. Думаю, надо снять. Снимаю. Решила там что-то накрасить. Решила что-то обрезать, покраситься, там еще что-то. Я все снимаю. Поэтому все манипуляции со своим телом я вам буду показывать. Все. Прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. И да, ссылку на этот картридж я оставлю под видео, кому интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok